Есть такая служба, которая и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. И в нашем конкретном случае, в случае с автотранспортом, это служба работников госавтоинспекции. Что казалось бы опасности. Кто-то может сказать, ну какая может быть опасность, когда казалось бы в городе далеко никуда не уехать, и даже на восьмерке можно угнаться за любым автомобилем. Да, действительно, это так оно и есть. Но это не только служба в городе. Пожалуйста, на трассе, пожалуйста, поиски полоумных нетрезвых водителей, которые просто не умеют ездить, еще и садясь за руль в этом самом нетрезвом виде. Что касается трудностей дальнейших, ну вы сами подумайте, с утра до вечера на дежурстве и приходится общаться с огромным количеством людей, которые не всегда адекватно реагируют. Но есть те, кто немножко поставил для себя выше планку общения с людьми. И вот о таких мы сегодня и поговорим. Они не просто работают на улице, они еще и вещают с радиостанцией. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые магнитогорцы и гости нашего славного города. Если вы нас слышите, значит вы действительно с передачей дорожной патруль 101FM под серебряным дождем в городе Магнитогорске. Переходя к цифрам статистических сведений по городу Магнитогорску, необходимо отметить следующее, что по-прежнему и к сожалению количество дорожно-транспортных происшествий, общее количество ДТП, подчеркиваю, по городу Магнитогорску, увеличивается постоянно и с начала года практически на 25-30%. Вот в сравнении с аллогичным периодом прошлого года, количество ДТП, общее количество ДТП увеличилось на 28%. Это почти на полторы тысячи больше дорожно-транспортных происшествий в сравнении с аллогичным периодом прошлого года. 5 375 ДТП было зарегистрировано в прошлом году, 6 879 в этом году. Ну понятно, что здесь и работа, скажем так, федерального закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Большинство участников дорожного движения просто не разъезжаются. Используют своего права оформления отношений с точки зрения получения денежных компенсаций, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Ну и, безусловно, еще один момент, который бы хотелось отметить, это все-таки отношение к такому событию, как ДТП, изменилось. И изменилось не в лучшую сторону. Раньше для кого-то это была серьезная трагедия, а сейчас это как будто бы обыденное событие, что не есть хорошо. Кстати, сейчас, буквально после прямого эфира, в 15 часов, мы будем проводить оперативное совещание по итогам деятельности за полугодие автошкол. С другой стороны, хотелось бы отметить, что наша городская автошкола заняла первое место по итогам образовательной деятельности в прошлом году по Челябинской области. Вот, то есть, есть серьезные такие моменты, на которые можно обратить внимание на самом деле. То есть, это берется не просто так, а это заслуженное первое место на самом деле. Но вот, есть и ряд проблем в ряде автошкол, назовем так. Ну и на сегодняшний день статистика водителей, управляющих транспортными средствами со стажем до 3 лет, незамечательная. 22 ДТП было в прошлом году зарегистрировано с пострадавшими, подчеркиваю, 28. В этом году увеличение количества ДТП с участием этой категории водителей практически на 30%. И с другой стороны, ведь все мы прекрасно понимаем, что наверняка на сегодняшний день, вот те 2,5 месяца обучения, они явно недостаточно. Но, почему государство не торопится с принятием дополнительных мер? Ведь все вновь окажется, скажем так, и отметится увеличением стоимости обучения. Вот, что повлияет за собой, может быть, и даже отток водителей от обучения в автошколах. То есть, что совсем не хотелось бы, безусловно. Поэтому, вот, такая проблема на самом деле существует. Она вновь получается у нас и морально-этической проблемой. С одной стороны, да, действительно, есть необходимость увеличить количество часов для обучения начинающих водителей. Но, с другой стороны, вот эта дороговизна по-прежнему, она все-таки и останавливает. Хотя, ни то, ни другое, ну, не является наверняка оправданием того, что, в принципе, происходит и регистрируется с участием начинающих водителей. И так, вновь поступило замечание, что уже кто-то из вас наблюдает, что водитель на учебном автомобиле неправильно занимает, ну, вернее, курсант при обучении неправильно занимает полосы на круговом движении. Вот, и, естественно, что это, скажем так, совет того инструктора, который находится. Так вот, еще раз, вот, чтобы огульно у нас все это не происходило, потому так, как контрольные проверки автошкол происходят в любом случае со стороны сотрудников РЭО, ГИБДД, лицензирования деятельности и так далее. То есть, учебные все эти процессы. Давайте мы действительно вернемся к названию конкретных автомобилей учебных, которые вы видите, что они на самом деле затрудняют движение. А мы уже со своей стороны контрольно проверим, на самом деле, пригодность такого инструктора для обучения в автошколах. Да, это справедливое замечание. И то, что мы видим в процессе, например, движения, то сотрудники дорожно-патронной службы и мастеров обучения привлекают за нарушения, то есть, которые они позволяют делать своим курсантом. Напоминаю, телефон дежурного 2411-43, это что-то, если срочно необходимо вам сообщить, все, что касается проблем обеспечения безопасности дорожного движения, либо заявить о дорожно-транспортном происшествии. Ну а 2402-82, телефон доверия госпиталь инспекции, как всегда, для вас работает на перспективу, на возможность предоставить вам консультации и записать все ваши пожелания. К сожалению, время эфира очень скоротечно. Огромное спасибо, кто сегодня вместе был с нами. Очень надеюсь, что в следующий четверг мы вновь с вами здесь услышимся. Всего доброго, до свидания. Зная не понаслышке работу телеведущего, скажу, что она не такая уж сложная. Просто быть телеведущим, да, вот так в кадре там молотить всякую ересь, казалось бы, для кого-то. Потому что всегда можно вырезать, всегда можно сделать дубль. Но тот, кто работает в прямом эфире, вот тому действительно сложно. Потому как нет ни монтажа, нет ни склеек, нет вообще ничего. Есть только ты и микрофон. И еще серое вещество в вашей голове. И только тот, кто может совместить все это вместе в одном конкретном лице, может спокойно и грамотно вести и час, и два, и три. И очень хорошо, что такие люди работают в Магнитогорском ГИБДД. Продолжение следует...